Доступность медицины, качество лечения и кадровый потенциал. В Чебоксарах состоялось расширенное заседание коллегии Министерства здравоохранения Чувашии. Медики подвели итоги минувшего года и наметили задачи на 2018-й. В работе коллегии принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Здравоохранению Чувашии есть чем гордиться. Главным результатом деятельности за прошедший год стал рост средней продолжительности жизни. Она достигла исторического максимума и чуточку не дотянула до 72 лет. Количество долгожителей увеличилось вдвое, однако в то же время упала рождаемость. Родилось почти 14 тысяч детей, что на 15% меньше, чем в 2016 году. Под особым контролем показатель смертности. За последние 10 лет смертность республики снизилась на 14,3% и только за 2017 год на 4,5%. Мы занимаем 5-е место среди регионов ПФО по уровню ее снижения. Если остановиться в анализе структуры смертности населения по классным целым, то на первом месте по Брежневу остается болезнь за систему кровообращения. На втором – внешние причины, на третьем – на образование. Развитие здравоохранения напрямую зависит от финансирования. В прошлом году в медицину республики было вложено больше 17 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем было в 2016 году. Показатель обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью в регионе тоже растет. За последние три года открыто 11 новых современных поликлиник шаговой доступности. Построено более 150 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, особое внимание уделяется и мобильным ФАПам. Населенные пункты, где количество населения меньше 100 человек или чуть более 100 человек живет, мы покупаем в этом году 5 мобильных ФАПов на колесах. Один ФАП стоим 6,5 миллионов рублей. Эти мобильные ФАПы должны в сутки работать практически 16-17 часов. Они не должны стоять. Они должны работать во благо жителей. Одной из основных проблем отрасли специалисты считают дефицит кадров и, как следствие, очереди в поликлиниках. Как показала жизнь, решить вопрос нехватки врачей на селе, к примеру, помогает целевое обучение студентов и программа «Земский доктор», в рамках которой медикам, которые переехали в село, выделяют полмиллиона рублей. Одна только программа «Земский доктор» позволила нам привлечь дополнительную сельскую местность 371 врача. Вот они первые результаты. В 2017 году впервые за три года возросло численность врачей. Двигаясь в этом направлении, мы сможем снять многие напряженные моменты в медицинской организации, включая очереди перед кабинетами, загруженность врачей и длительное ожидание медицинской помощи. Большие задачи перед медиками стоят и в этом году. Освоить предстоит значительные денежные средства по разным направлениям, приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт, освоение новых методов лечения, профилактики. Только так можно будет решать три основные задачи. Доступность, качество медицинской помощи и наличие квалифицированных кадров. Рифат Фадкулин, Денис Назрюхин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова